Всем привет, с вами канал Классическое Бритие, Классическое Бритие Палат, сегодня мы Бремси, отросла у меня длинная щетина, где-то не 6, наверное, или 7, я не брился все, времени не было, также Бремси по опроснику, то что вы выбрали, была упорная борьба и победил именно этот набор, который я вам сейчас сегодня покажу, это тоже там и новинки будут, также мы продолжаем обозревать мыло от Алисея и Фивы, кстати, у нее недавно был день рождения 2 августа, мы ее всем нашим каналам поздравляем, желаем здоровья, успехов творческих и в жизни, чтобы она нас радовала всякими интересными штуками бритвенными и не только. Я, конечно, понимаю, что видео выйдет позже, но это ничего страшного, так уже от всех, ее я тоже поздравил уже, в принципе, можно начинать обзор, сегодня у нас мыло от Алисе Арефьевой, The Black Snide, по мотивам Black Afghan Nassamata, довольно-таки известный парфюм, 1973 года выпуска, и теперь есть мыло, это тоже новинка от Алисея, мыло, оно позиционируется как древесное, жирное, начальные ноты, это зеленые ноты и конопля, средние ноты древесные, кофе, смола, табак, нижние ноты дерево, агар и ладан, интересный аромат, сейчас немного похолодало, в принципе, такой довольно-таки тяжелый аромат, уже можно попробовать. Ну, от Алисеев у нас сегодня будет Bond Classic, скажу сразу, что имеет он древесный аромат, и имеется кастровое масло и экстракт мяты. Скажу сразу, вот я его уже пробовал без камеры, тут 100 миллилитров, по градусам, что-то я не вижу, но градусов 60, я думаю, здесь имеется, довольно-таки хороший продукт, многим, вот я читал комментарии на Makeup Store, кому-то не нравится аромат, мне аромат понравился, он, я скажу сразу, ну, как бы не такой, ну, классика написана, но на самом деле аромат, он, знаете, такой с ноткой унисекса, но это никак не портит этот авторшир. Что можно сказать, что аромат приятный и не тяжелый, то есть, ну, на лето, знаете, где-то на грани можно его использовать, только не в самом жару, вот так вот, когда немножко, чуть-чуть температура спадет, вот такая вот интересная бутылочка, флакон 100 миллилитров с удобной крышкой, то есть, руки не соскальзывают, она какая-то или прорезиненная, что ли, ребристая, в общем, интересно, авторшир, его давно хотел, все-таки купил, купил я его давно, но что-то я как-то затянул с обзором, так что сегодня запускаем. Станок и связка у нас сегодня будут Astro Superior Stendless и фатип лос-торта, который вы выбрали. Вот так вот этот фатип лос-торта выглядит. Лезвие тут у нас не перекашивается, ничего не сбивается, поправлять ничего не нужно, все окей. Еще, кстати, я в этом станочке данное лезвие не пробовал, и я что-то не помню, пробовал я это лезвие вообще где-то. Мне кажется, где-то пробовал. Тут замачивается вот столько мыла, чаша мужской материкой из Питера, вот такая вот чаша. Ну, помазок у нас сегодня будет Омега с деревянной ручкой, сейчас он замачивается. Все, покажу уже, когда буду взбивать мыло в чаше, все, на крупном плане вам покажу, переходим на крупный план. Ну что, ребят, вы сейчас все прекрасно видите, как у меня взбивается, я же вам опять же показываю результат. Вот такая пена. Пена хорошая, взбиваю кабаном, но посмотрим, съесть или нет, сегодня наш кабанчик побольше уже, который Оресина мыла. В принципе, пена отличная, взбивается любым видом помазка и в любой воде просто идеально. Наносим на лицо пену. Кстати, недавно нашел комментарий, сейчас я его где-то или здесь, или здесь вставлю. Попросили меня начать отращивать усы и вообще спросили, я когда-нибудь отращивал усы или нет. Я подумал, и можно с сегодняшнего дня это дело все начать. Я думаю, можно. Сейчас посмотрим, пора мне сбрею. Попробую отпустить усы и что из этого выйдет. Итак, ребята, мыло укрыстое. Воды, кстати, я добавил вот сегодня очень мало и погуще стала пена. Это здорово. Посмотрим, что у меня из усов получится. Начинаю отращивать. Даже самому интересно. Усы сегодня трогать не будем. Итак, нанес я мыло. Видите, тут очень много этого мыла. Но ничего, у меня пробников Олесиных очень много. Их тоже нужно расходы, потому что все имеет свойство портиться. Поэтому отлично все. Кстати, мыло куплено за свои деньги и это не регловано. Просто хочется показать, что хорошее, имеется качественное. Итак, ребят, пока форму усов я не выбрал. Пока об этом очень недолго говорить. Но, в принципе, уже можно бриться. Сейчас я немножко посмотрю там на контур. Докуда у меня... Видите? Посмотрим, что из этого выйдет. Первый раз буду отращивать усы. Бриться этим мылом. У мыла аромат приятный. Но он такой, давайте, довольно, знаете, такой олдскульный, тяжелый. И не каждому подойдет. Но в мыле он в меру. Я пробовал туалетную воду, но она очень для меня оказалась тяжелой. Давайте, ребят, первый проход по росту волос. Сейчас виски подравниваем. Лезвие Астра очень мягкие. Я чувствую сейчас, очень мягко идет в этом сленде. Очень мягко. Пока, как бы сказать, с небольшим нажатием снимается щетина. Но она снимается, ничего не идет. Пока мне нравится. Пробреваться сегодня нужно будет нормально, потому что щетина длинная. Так, в эту сторону. По росту, конечно, идет тяжко. Ну, как будто, ну, лезвие мягкое чувствуется. И, как по мне, в этом станке очень мягко с этим лезвим. В принципе, как почистил. И будем формировать усы. Вообще, ни разу не отращивал. Вроде посмотрел немного видео. Что-то и интересно было. И тут мне написали комментарий. В принципе, попробуем. Если что, всегда можно сбрить. В общем, первый проход у меня окончен. По мылу все отлично. Приятный аромат. И я вам скажу, что скольжение отлично. Но насчет станочка я пока не понял. Все скажу во втором проходе. Пока, на первый взгляд, очень мягко. И очень сложно снимать такую длинную. С шестидневную, семидневную. Так, ребята, наносим на второй проход. Пена не осела. Кабан ничего не схомячил. Это уже плюс. Вот этот помазок мне очень нравится. Кабани Ворс. Все удобно. Ручка удобная. Вот именно для работы в чаше он мне понравился. Я ему, кстати, ни разу не работал на лице. Но буду с кремом. С кремом, когда работать, обязательно протестим его на лице. Скоро тоже запущу уже новый опросник, с чем бриться. Я вам сразу говорю, что сейчас я тестирую. То есть у меня три мала осталось от Олеси Арефьевой. Не будем это все в долгий ящик откладывать. Будем их тестировать. И где-то дней через, я даже не знаю, дней через 14, наверное, устроим стрим. Кто подписан на телеграм-канал, знают, что за стрим будет. Кто не подписан, скажу. Выбрали голосование, то, что на стрим вывести мыло Олеси Арефьевой. Табак ваниль этот. Типа а-ля Том Форд. И также Аптершевым будет Катриндо. Сделаем коллаборацию. Тоже табак и ваниль. Станок Мюри будет. В принципе, я думаю, отлично. Тем более, так шикарно закончить вообще обзор косметики. А именно наши СНГ-шные товары соединить вместе, объединить, коллабу сделать. Потому что это круто. Это круто, когда есть друзья по всему миру. И подписчики, зрители, которые меня смотрят не только из России. Я посмотрел, что очень много смотрят из Армении, из Азербайджана, из Украины, из Беларуси, из Англии, из Италии. В общем, ребят, вам всем спасибо и вот такой вот лайк. А мы начинаем второй проход против роста волос. Тоже опять Астра, Фатип, Лос Торта с открытым гребнем. Погнали. И я начинаю отращивать усы. Пойдут они мне или нет? Что, ребят? Ну да, я так понял. Так, срезали парыщ. Уже давно у меня назаревало. В итоге мы его срезали. Вот сейчас против роста всё нормально идёт. Всё, знаете, ничего не чувствуется. Посторожка, ребят, обработался камешком. Против роста идёт. Мыло отлично, с приятным ароматом. Никаких посторонних ароматов нет тут. Никаких аммиаков и прочего. Вы знаете, ощущение такое, вот как у меня тогда было с Дерби Экстра. Что-то мне срезка это не нравится. Больно мягко. Сейчас почему-то начало дёргать. Видимо, лезвия не мои. Так вот, в принципе, лезвие, оно и новое. Только первый, первый, ну, взял его первый раз на этот обзор. Чуть-чуть, ребят, здесь осталось. Немного намочим лицо. И до бривки сделаем. В принципе, всё отлично сбрило. Лезвие странное, я его не понял. Так что, тут пока у нас пена имеется. Но по поводу лезвия я так и не понял. Что с ним такое? Какое-то оно странное. Обычная астра нормальная. Это, знаете, это и мягкая, и цеплючая. То есть, по росту я брился, было как-то слишком всё мягко. А вот против роста чё-то как-то мне не понравилось. Как раз на три прохода пены останется. Третий попробуем так. Немножко сделаем, не будем акцентировать внимание на щеках. Просто пройдусь за компанию. В принципе, усы... Не, ну, сами я как-то странно обыгляжу. Не знаю. Чё, пену наложите? Но связку, ребят, я не понял. Вот всё хорошо. В связке пока есть вопросы. Вроде и не нажимаем. Иногда чуть-чуть приходится поднажать. Сейчас идёт вот так, вот так вот, когда в третий проход всё отлично не дёргает. Ну, видимо, основной отмазаться с бритой уже. Нет, ребят. Связка мне сегодняшнюю не зашла. Может быть, с другими станками будет хорошо, но с этим нет, ребят. Это выводы не поспешные. Также у меня было с DRBA Extra, поэтому уходим на подведение торга. Ну что, ребят, наносим авторшеев. Также хотел бы сказать, что, если я, наверное, забыл, здесь имеется касторовое масло. Оно размягчает кожу. Блонд Классик. Первое использование. До этого я его не пробовал. О, маслянистый, кстати, ребят. Очень-очень маслянистый. Совсем немножко надо его... О! Да, ребят, маслянистый авторшеев. Знаете, на что похоже? Имеются такие, как бальзамы, что ли. То есть, они спиртовые и очень такой плотной консистенции. Ой, приятный аромат. И, правда, древесный. Дерево, мне кажется, мускус. Еще что-то такое есть. Немного сандальчика. Немного. Кстати, моментально снимать покраснение. Аромат унисекс, мужской. Ну, унисекс это в хорошем смысле слова. Такой, знаете ли, интересный аромат. Не зря я его себе взял. Но для жирной кожи, я думаю, будет очень жирным. Вот мне, я немножко сейчас нанес. Остальное растер по рукам. Это будто бы я даже не это не знаю. Хороший крем такой, жирненький. Со спиртом, но в виде авторшеева. Не, здорово, ребят. Маслянистый. Сейчас посмотрим, как он впитается. Хлопать даже не нужно. Вот успокаивают кожу. Прямо просто раз и все. Как будто щелкнули и выключили. У меня вот тут было немножко раздражения. Ребят, класс. Итак, ребят, ну что, поехали. Подведем итог. Все коротко. Связка астеро-фатип-лос-торта. Открытый гребень. Эту связку я не понял. Мне вот эти лезвия в данном станке не понравились. Как и в прошлый раз, мне не понравился DRP Extra. Что-то как-то больно, знаете, мягко. В то же время как-то скребется лезвием. Приходится немножко нажимать. Из-за этого немного тут раздражения. Данная связка мне не понравилась. Станок супер с лезвием. Ребят, я бы, наверное, попробовал в каком-нибудь мягком, наверное, на станочке, типа вот моего Jungle Story или советского спутника. Но в этом станке не рекомендую. Мне не понравилось от слова совсем. По поводу мыла от Олеси Орефьевой. Что я могу сказать? Все сами прекрасно видели. Я посмотрел, сколько по времени взбивалось мыло. Минута и 45 секунд. Хорошую, густую пену. То есть вы тут можете сами регулировать. Либо воду добавить, либо нет. Кто-то любит такую жиденькую пенку. Добавляйте воду, но предупреждаю капельную. Кто-то любит густую. Воду можно не добавлять. Немножко после замачивания из помазочка воды вытащить. И взбивать, начать в чашу. Также я замачивал, еще раз говорю, вот это мыло в чашу, в теплой водичке. Ну, минуты три, наверное. Аромат очень приятный, тяжелый. Вот если бы у меня такой одеколон был, я бы его не стал использовать. Потому что там бы концентрация, наверное, вот этого аромата была просто где-то там. Я бы просто не выдержал такой тяжести. Здесь же все гармонично. И все прям вот один в один на самату балакалгана. Это здорово. Аллергических реакций не вызвало. Мыло жировое. Медвежий жир. Посторонних запахов в нем нет. В принципе, удовольствие я сегодня получил колоссальное от этого мыла. Это просто что-то. Поэтому, если увидите такое, где в продаже, ссылки я обязательно оставлю вот там вот внизу. Ну, обязательно, кто хочет попробовать, попробуйте. Можете пробником, можете полноразмерным мылом. Также там имеется и крем мыла. Ну, на официальном сайте у Олеси. Все отлично. Мыло годное. За аромат просто вот такой вот жирный лад. Тем, чем сбивали сегодня мыло, а это помазок. Омега-габаны чаша мужской материк. Шикарно. Никаких посторонних запахов нет. В очередной раз получаю удовольствие от сбития. Что в той чаше, что в этой, этим помазком. Удобная ручка. Она такая, знаете, довольно увесистая. Но напряжение во время боритья на руку нет. Чаша эта тяжелая, но тоже в ней сбилось буквально быстро все. Поэтому ничего такого, знаете ли, плохого вот с этими инструментами я сегодня не получил. Никаких негативных эмоций. Все отлично. И переходим. Ребят, давайте на авторшейф. Он уже у меня впитался. Я уже чувствую. Говорю сразу. Монслинистый. Для кожи, которая склонна к сухости, подойдет вообще просто идеально. Аромат, я вам сразу скажу, он не навязчивый. Древесно, мускусно. Ой, сандал. Но сандала чуть-чуть, так знаете, вот чуть-чуть, прям вот все в меру. Бонклассик, это просто бомба. Мне зря я его купил. Очень он мне нравится. Но еще раз повторюсь. Маслянистый. Он у меня сейчас впитался. Пленки нету, но поначалу прям вот масло прям. Я так понял, его нужно добавлять совсем немножко. Он мне понравился. Успокаивает кожу вообще быстро. Прямо сразу только нанес на кожу и все. Как будто щелкнули пальцем и все. И ни раздражения, ни какой-то там пощипывания нет. От шеф-годный рекомендую к покупке, если вы его найдете на мейкап-сторе. В принципе, он мне понравился. Вы сами, ребята, все сегодня прекрасно видели. Побрился, начал отпускать усы. Посмотрим, что из этого у меня выйдет. Какие они будут. Всем спасибо, что были со мной до конца. Еще раз поздравляем Алисию Арефьеву с днем рождения. Всем всего хорошего. Всем пока. Я пойду готовить очередное бритье. И не забывайте подписаться на телеграм-канал. Ссылки в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok